7 апреля – Всемирный день здоровья. В связи с этим в городе проходит информационно-познавательная акция на тему безопасность пищевых продуктов. Существует ряд болезней, вызвать которые может неправильное питание. Это ожирение, гипертония, атеросклероз, заболевания сердца, рак, сахарный диабет. О том, как предотвратить эти заболевания, медики рассказывали в актовом зале Пинской центральной поликлиники. Каждый человек должен чувствовать уверенность в том, что продукты, лежащие в его тарелке, безопасны для здоровья. Вместе с тем в жизни постоянно возникают новые угрозы безопасности пищевых продуктов. Меняется технология производства пищевой промышленности, загрязняется окружающая среда, появляются новые патогены. Все эти факторы создают проблемы для национальных систем безопасности пищевых продуктов. Чтобы наша пища была безопасной, ВОЗ рекомендует хранить продукты в чистоте, соблюдать товарное соседство при хранении сырых и готовых пищевых продуктов, подвергать продукты тщательной тепловой обработки. Правильное питание – неотъемлемая составляющая здорового образа жизни. Небезопасные пищевые продукты связаны со смертью приблизительно 2 миллионов человек ежегодно. Главным образом – детей. Про питание хочется отдельно сказать. Девочки сейчас очень увлеклись красотой, модой. У нас очень много обращений по поводу неконтролируемых диет. Есть случаи анорексии. Пожалуйста, я вот пользуясь случаем обращаюсь. Если девочки задумались о том, что она недостаточно хороша, нужно все-таки обязательно проконсультироваться с врачом и очень хорошо обратиться к взрослому доверенному лицу, лучше к психологу. Об этом заболевании говорила в своем выступлении и заведующая филиалом женской консультации Зинаида Бавкунович. У нас очень важным аспектом является то, что молодежь, стремясь к идеальному весу, часто отказывается от продуктов питания, развивается анорексия. В результате большая потеря, дефицит массы тела влечет за собой нарушение менструальной функции, месячные прекращаются, яичники не работают, девочка не может забеременеть и так далее. Ежегодно только 40% родов проходит благополучно. В остальных 60% – работа медиков и ответственность родителей – основные факторы появления на свет здорового малыша. На репродуктивное здоровье больше всего влияет питание и употребление различных психоактивных веществ. Да, экология, конечно, влияет, здоровье ослаблено у нашего поколения, но если к нему относиться бережно, если к нему относиться здраво, то это все можно компенсировать, можно рожать здоровых детей, быть здоровыми, мудрыми родителями. Основной вопрос на семинаре – здоровый образ жизни как важный фактор улучшения демографической ситуации. Именно поэтому здоровью будущих родителей уделялось пристальное внимание. Кристина Давидовская, Константин Масловец для программы «Видеофакт». Корректор А.Кулакова